Доброе утро! С вами Светлана Розенова. Из белого на белом я нырнула вот такое цветное великолепие. Сейчас буду пробовать это закомпоновать в лист. Здесь тоже у Света оставим больше места. Какая-то это общая конфигурация будет. То место, которое он занимать будет в пространстве. Здесь вот вишенки еще. Мне кажется, это даже может быть. И попало сразу в размер. Манер. Продолжение следует... Так как я плохо вижу, я не компоную, начиная от детально прорисованного рисунка. Потому что начало работы я делаю без очков практически на ощупь. То есть это все, плохое зрение мое здесь, помогает мне видеть без деталей целиком. Вот эти пятна, которые, в общем-то, хорошо... Человек, который хорошо видит, должен расстырить по работе, как бы растопыривая свой взгляд. Или сильно-сильно прищуриваясь. Людям с плохим зрением больше повезло. Они могут так же, как я, снять очки. И вперед. Сейчас у меня недовольно идет жидко, прописка. И, в общем-то, без безил. Много растворителя маслянки. Я пользуюсь пенином. Почти нет масла. Всего лишь пару капель, чтобы он не распространял свой запах. Barbara. Рая-пада. Ха-ха-ха. Все, хорошо. Да. Хорошо. Какие. Хорошо, хорошо. Вот здесь на этой стадии очень важно как раз создать общий настрой, общий колорит будущего произведения. Те цвета, которыми в дальнейшем будет вестись работа. Продолжение следует... 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 конечно это долгий процесс вы сами понимаете показываю всю эту растительность перечислишь но перечислить я буду и не всю вот представьте если это шар весь букет это шар то только световую даже 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 то место где это было бы блик шара наверно там добавятся фактурки там где световая часть там напишутся все эти цветочки а вот там где тень там они довольно плоскими останутся недоделанными но это точно никто не заметит это вот так мы воспринимаем окружающую нас действительность что видим только то что хорошо освещено в том числе и в нарисованном виде да еще кстати мы видим только то что мы знаем если мы не знаем что свет светлее чем день мы можем этого и не увидеть же смены совсем как-то плохо себя чувствую хорошо что он не самый главный в моем миссер можете все-таки с натуры пишется живее ловчей быстрее чем с фотографии фотография на ну если какие-то чуть-чуть детали добавить уже в накиданное такое краской полотно там где найдены цветовые отношения нужно воспользоваться фотографии уточнить слегка рисунок но свет фотографии не передает за цветом фотографии нельзя обращаться потом у каждого человека глаза настроены абсолютно по-разному фотоаппараты все настроены более-менее там на на одну волну вот мой например левый глаз видит холоднее чем правый может такой всех может нет я не знаю вот видите все что не делается к лучшему дает какое-то движение движение упавшая красочка надо работа падает всю палитру штушишь рабочие моменты не всегда надо этого хуже становится надо лучше цвет и день я рисую там где взята теневая часть там где ближе вот то что я тогда буду закрасила к теневой то я пишу свет а там где ближе к световой то нам придется писать тени конечно в масляной живописи удобней начинать с теней а свет потом вот его пожалуйста выбеливая и высветляй никакого вреда не будет а вот утемнять по белилам по технологии как-то не самый удобный момент вот счет количества красочки вот я сейчас того же цвета но больше краски положено станет светлее этим тоже приходится пользоваться и 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 Но ни в коем случае не светлее, чем свет. Он должен быть темнее. Света обязательно. А свет должен быть светлее, чем тень. На свету здесь тоже есть теплее, холоднее. Но весь свет светлее, чем вся тень. В том числе и собственный. Самый светлый – это блик. Второй по свету. Это свет. Третий – это полутень. Тень, полутон. Эти градации, все, тоже как-то надо здесь соблюсти. Это чисто учебная задача. И без них тоже никуда. Стоит. Стоит. И до сих пор. И до сих пор. И до сих пор. И до сих пор. Ну, я пока. Нам важен силуэт и что светлее, что темнее в целом. И то, что есть у каждой вишенки свет и тень. Силуэт свет, силуэт тени. Вот и самая светлая вишенка валяется. И тень. Свет и тень. Рефлекс тоже есть, но светлее, чем тень. Тень, но темнее, чем свет. Тень, но темнее, чем светлее, чем светлее, чем светлее. Тень, но темнее, чем светлее, чем светлее, чем светлее. Тень, но темнее, чем светлее, чем светлее. Вот если стеклянные и блестящие предметы, там, конечно, не совсем работает это правило. Что все, где тень темнее, чем где все свет. Там надо и прозрачность смотреть, и вот эту яркость рефлексов, сравнивать их. Ну, во всяком случае, отраженная здесь вазочка, она все равно темнее, чем сама вазочка и чем блик. Ну и даже чем темнее, чем свет из окошка. Поэтому, если вы сравните, увидите все. Обычно еще и отражение теплее. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, скорее всего, пол в моей мастерской. В общем-то, если понимать, что там отражается, то тоже проще себе рассказать, почему именно так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь потихонечку появляется свет и тень. Я так чередую кисти и работаю, то помельче детальками займусь, то, чтобы держать целое в голове и снова возвращаюсь к большим отношениям света и тени. Но вся работа это именно поиск отношений света и тени. Свет и тени отдельные вишенки или отдельного цветочка и света и тени всего натюрморта. Сравнивая все красные, можно увидеть красные на свету, красные в тени. Сравнивая все белые, все блики, на что с тобой можно увидеть, как они отличаются. Что светлее, что темнее, что теплее, что холоднее. Но больше можно ничего и не смотреть. И находить силуэты, точные силуэты. Где закончился свет, где началась тень. Вот такая вот понятная задача. Важно не начинать себя жалеть и выполнить ее до конца. Это именно от желания себя пожалеть человек начинает себе упрощать задачу. Вот так я вижу. Вот это я не буду рисовать. Ну, если как вы можете есть, то рисовать надо все. Я так считаю. Света можно поднимать. В принципе, посмотрев, что есть еще возможность сделать светлее, то вот таким образом как бы в светах всегда есть возможность. Вот я не писала еще свет на вишенках. Ему можно писать, а потом ей еще сделать светлее. Это называется поднять свет. Делать это, естественно, придется на первом плане, где-то вот как бы вот в этом треугольнике. Вот. Потому что все остальное должно не мешать, не отвлекать от головного. Не мешать. 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 Продолжение следует... Блики на закуску. Здравствуйте! Сегодня третий рабочий день. В общем, такая работенка сейчас. Просто сидеть и делать. Цветочек цветочком. Листочек листочком. Цветы меняются. Распускаются новые. Какие-то очень даже подходящие. Их как раз не хватало. Поэтому в букете становится тебе все больше и больше. Но какие-то исчезают, правда. Вот шесминчик я, наверное, уже с натуры-то и не смогу написать. Его буду поправлять по фотографиям. Ну, какие-то камертончики поставить можно даже с зачахшего. Свет и тень. Вот видите, я пока камера была выключена, чуть-чуть подняла свет на дальних складках. Может быть это нужно, может не нужно. Может я потом это все обратно покажу. То есть работа всегда... Я не представляю, во что это превратится. Ну, вот как бы в процессе... Оно становится понятно, надо оно было или не надо. Или сделать шаг назад. Такого стопроцентного попадания может быть оно есть у каких-то мастеров. Я думаю, есть, наверное. Ну, мне еще до мастерства далеко. У каждой работы я учусь чему-то новому. И очень счастлива, если мои какие-то советы, мои какие-то наблюдения станут полезны вам. Делай это долго. Делай это обучение. За три дня или там за неделю художником вас никто не сделает. Поэтому будьте готовы. Долгие годы тренировок предстоят. Но написать какие-то цветов для того, чтобы украсить спальню можно действительно и за три часа. Но к живописи это вряд ли будет иметь какое-то отношение. Здравствуйте. Это четвертый день, ребят. Нет, кажется четвертый. Я уже сбилась со счета. В общем, смотрите. Сейчас уже, вот я обещала вам, что буду доделывать жасмин с фотографии. Там у меня фотография. Там у меня еще жасмин живой был. И вот сейчас вот мне надо чуть-чуть как бы оживить этот куст, нарисовать некоторые детали. Кисть у меня теперь уже совершенно маленькая. Я рисую здесь тоненькие веточки. Может быть немножко придумывая, конечно, чтобы мне вот это было здесь выгодно по композиции, по пластике. И последний этап. Вот сейчас вот тут детальки, детальки, какие-то подробности. Но последний этап я снова буду писать с натуры. Хотя букет практически уже совсем не живой, скажем так. Чтобы снова посмотреть на целое. Вот я сейчас прям перемещаюсь и продолжу работу с натурой, не с фотографией. Вот сейчас у вас тоже есть возможность оценить вместе со мной. посмотреть, насколько как бы светлее, темнее, ярче, чем надо. Может быть, мои детали в этом целом зажглись. И вот сейчас уже основа широкой кистью чуть-чуть я буду объединять и обобщать все мои детальки в единое целое. Потому что цельность, в нашем деле, это очень важный такой критерий качества. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...